Здравствуйте! Меня зовут Александр Волков и на протяжении вот уже почти 20 лет я занимаюсь разработкой инструментов статического анализа исходного кода в Институте системного программирования РАН. Последние пять лет в составе команды SWACE. Вопросы по поддержке статического анализа для интерпретируемых языков нам задают регулярно, а в последнее время все чаще. Давайте разберемся, в чем же заключаются особенности или, как говорится, traps and pitfalls для анализа интерпретируемых языков. План у нас такой. Вначале мы поговорим о динамических возможностях языков программирования, не только интерпретируемых. Затем рассмотрим особенности динамических языков. И в заключение рассмотрим подход с использованием специальных вспомогательных аннотаций для статической типизации динамических языков. Итак, от статики к динамике. На других наших лекциях вы уже могли познакомиться с статическим анализом исходного кода. И в них зачастую не всегда явно подразумевался фокус на компилируемых языках. В чем же заключаются особенности работы с интерпретируемыми языками? Конечно, нас интересует не способ выполнения программы, а характерные черты языков, для которых используется тот или иной подход для выполнения программ. Компилируемые языки, поскольку предполагают трансляцию в машинный код, нацелены на большую эффективность. Интерпретируемые языки нацелены на большую гибкость при написании программ, которая подразумевает простоту кодирования и переносимость. Впрочем, здесь уместно процитировать, что формальная разница между компилируемыми и интерпретируемыми языками в значительной степени неформальна. Когда мы говорим о динамичности интерпретируемых языков, то на практике это означает, прежде всего, динамическую типизацию. Что же это означает? Это означает, что во время выполнения программы происходит проверка типов, определение типов переменных, а также, возможно, модификация типов во время выполнения программы. Для чего же нужна динамическая типизация? Как правило, это упрощает написание обобщенных алгоритмов, работу с коллекциями, также часто упоминают упрощение некоторых видов тестирования. Однако, надо поднимать, что за это следует определенная расплата. Часть ошибок, которые можно было бы обнаружить на этапе компиляции, обнаруживаются позднее. Если повезет, то в ходе тестирования, а если нет, то уже в ходе эксплуатации программ. То есть, можно говорить о более сложно обнаруживаемых ошибках. Что же затрудняет анализ компилируемых языков? Как ни странно, это все те конструкции, которые привносят динамичность в язык. Можно начать даже банально с использования ссылочной семантики, при использовании которой неизбежно возникают элисы, то есть псевдонимы, и для анализа которых приходится использовать специальный алгоритм статического анализа. Рефлексия в том или ином виде присутствует уже в компилируемых языках, например, в виде механизма RTTI, то есть возможности контроля типов во время выполнения программы. Возможно использование EXEC-подобных механизмов для того, чтобы во время выполнения программы сгенерировать некоторый текст программы, скомпилировать его и получившийся машинный код подгрузить в виде динамической библиотеки и его выполнить. Можно сказать, что такие возможности выглядят несколько эзотерическими, но тем не менее в программах встречается и такое. Дальше мы будем говорить о динамической типизации, но хочется обратить внимание, что такие возможности, как наследование и полиморфизм, которые часто встречаются в компилируемых языках, уже вызывают затруднения для статического анализа. С одной стороны, базовые классы интерфейса, как класс pet в этом примере, задают некоторый контракт в терминах OP на использование производных классов. Итак, давайте трансформируем этот пример в код, содержащий потенциальную ошибку. Добавим в этот пример класс, назовем его «Мое привидение», который будет возвращать вместо ссылки на строковый объект нулевую ссылку. Зададимся вопросом, есть ли контракт, который гарантировал нам, что возвращаемая ссылка не является нулевой? Возможно ли в этом примере разоменование нулевой ссылки? Итак, поговорим об интерпретируемых языках. Что же для них характерно? Прежде всего, динамичность. В чем она заключается? Конструкции вида и вал, в которые можно передать произвольный текст, который они выполнят как текст программы. Также для них характерно динамическое связывание, то есть связывание имен с сущностями языка. Как мы говорили, для таких языков характерна динамическая типизация, а также механизмы рефлексии. Для наших примеров мы будем использовать языки Python и JavaScript. Почему именно эти языки? Если посмотреть их позиции в различных рейтингах, то можно обнаружить, что оба языка занимают лидирующие позиции. Язык Python в последнее время поднялся вообще до первой позиции. Язык JavaScript на протяжении практически последних 10 лет уверенно занимает свою позицию в первой десятке. Стоит обратить внимание, что для обоих этих языков характерно наличие большого числа прикладных пакетов и фреймворков. И, конечно же, с точки зрения поддержки статического анализа необходимо как-то научить анализ понимать поведение этих пакетов и библиотек. Что же такое динамическая типизация? Давайте рассмотрим пример на JavaScript слева. Какую семантику будет нести операция сложения функции add1? В зависимости от того, чем будет являться тип аргумента arg во время выполнения программы числом или строкой, семантика этой операции может быть разная. Если мы попробуем написать похожий пример на языке Python, то мы столкнемся с тем, что в программе будет возникать ошибка времени выполнения. Вопрос, при каких значениях t будет возникать эта ошибка, оставим в качестве небольшого вопроса нашим слушателям. Поскольку такая ошибка в примере справа возникает только рантайм и при некоторых условиях уместно задаться вопросом, а можно ли ее обнаруживать при помощи статического анализа. В качестве примера рефлексивных возможностей языка давайте рассмотрим пример с динамическим определением функции. В первом примере слева мы по-честному целиком определяем функцию с одним и тем же именем, но совершенно по-разному на разных ветках выполнения программы. Что примечательно, так называемый strict mode существенно ограничивает эти возможности. По умолчанию strict mode, как правило, включен и пример слева просто невозможен. Что не мешает написать аналогичный пример, такой, как вы видите справа, но если в него глядеться внимательнее, можно обнаружить заметную схожесть с некоторыми конструкциями компилируемых языков. Опять же, в качестве вопроса нашим слушателям оставлю вопрос каких именно. Что интересно, чрезмерное использование таких динамических возможностей часто трактуется как определенный bad smell, что внушает некоторый оптимизм для разработчиков инструментов статического анализа. Не менее интересным является возможность определять типы по-разному на разных ветках выполнения программы. Например, класса Hello в этом примере. Можно также пофантазировать чуть больше и представить себе, что и синоним салют для класса Hello определяется в зависимости от каких-то внешних данных. Возникает вопрос, является ли корректным обращение к атрибуту greetings у переменной high. Из других наших лекций вам уже должны быть знакомы те модели, которые используются для статического анализа. Прежде всего, это абстрактное синтаксическое дерево и граф потока управления. Давайте посмотрим ошибки какого рода удобнее искать по синтаксическому дереву и какие по графу потока управления. Для детекторов, которые работают с представлением программы в виде абстрактного синтаксического дерева, характерен поиск ошибок, которые ближе к ошибкам стиля программирования, то есть так называемым code style ошибками. Также они ищут некоторые антипаттерны, которые говорят о наличии программы кода с душком, то есть code smiles. В эту категорию также попадают всяческие опечатки, а также проблемы, которые возникают при cut and paste подходе к программированию. Детекторы, которые используют граф потока управления в качестве исходной модели для анализа, как правило, более интересны. Именно они, как правило, занимаются абстрактной интерпретацией, символьным выполнением, а также позволяют проводить анализ потоков данных и межпроцедурный анализ программ. Возникает закономерный вопрос. Для какой модели динамика языков программирования вызывает большие затруднения для анализа? Думаю, что вы догадались, что это анализ по графу потока управления, поскольку, например, уже значительной проблемой является построение дерева вызовов, чтобы понимать, какая именно функция была вызвана. Какие же ошибки интересны для интерпретируемых языков? Как правило, большинство инструментов выищают ошибки, которые ближе к code style, а также к уже упомянутым так называемым code smells. Что же искать актуально? В первую очередь, это ошибки, связанные как раз с возможностью динамической типизации. К сожалению, их обнаружение возможно со значительными ограничениями. Кроме того, актуальным является поиск ошибок, связанных с безопасностью. Просто в силу того, в каких областях используются, как правило, интерпретируемые языки. Поясним, какого же рода ошибки чаще всего умеют искать инструменты, особенно если речь идет об open-source инструментах. Как уже говорилось, чаще всего это так называемые linter ошибки. Например, неиспользуемые директивы import. Или, как в этом примере, отсутствие аргумента с именем self в списке параметров метода класса. Что же дает статическая типизация для анализа? Рассмотрим вначале пример на языке Java. Знание типа переменной b дает возможность понять, что мы имеем дело с бесконечным циклом. И в силу ограничений на диапазон значений цикл никогда не закончится. Буквальный аналог подобного детектора для языка JavaScript уже не имеет смысла. Но уместно задаться вопросом, возможно ли все-таки какой-то аналогичный детектор для языка JavaScript? Также интересен вопрос, является ли статическая типизация непосредственной причиной возникновения ошибок, подобных тем, как в первом примере. Оставим этот по существу философский вопрос нашим слушателям. Возможности рефлексии, такие как уже упоминавшаяся возможность изменения определения метода в динамике, также вызывают затруднения для статического анализа. Например, в этом примере вызов функции modify talk изменяет определение метода talk. И чтобы статический анализ мог понять, в каком случае метод talk может возвращать так называемые помеченные данные, а в каком нет, требуется довольно нетривиальный анализ. Какие же задачи приходится решать инструментом статического анализа, чтобы осуществлять более интересные виды анализа? Очевидно, необходимо как-то уметь выводить типы. Выведение типов существует и в языках со статической типизацией. Например, по типу инициализатора в объявлениях в духе тех, которые используют ключевые слова var или auto. Также механизм выведения типов используется при инстанцировании шаблонов C++, например. Стоит, правда, отметить, что это не то же самое, что динамическая типизация. Однако попытки просто взять и попытаться протащить информацию о всех типах, используемых в программе, как правило, работают только на небольшом объеме исходного кода. При попытке применять их к реальным программным системам быстро выясняется, что анализ просто захлебывается. Стоит помнить также о том, что для точности анализа ему необходимо не только знать информацию о возможных типах переменных, но также информацию об условиях, при котором возникают те или иные типы. Но все ли так плохо? На самом деле нет. Во-первых, можно выводить типы только для каких-то определенных частей программ. Во-вторых, можно выводить типы неконсервативно, в том числе используя некоторые евристические подходы. И, наконец, можно приблизить динамические языки к языкам со статической типизацией, добавив явную спецификацию типов, правда, тем самым несколько снизив их выразительные возможности. Перейдем к возможностям статической типизации в динамических языках. Для языка Python существует PEP 484, который вводит так называемые Type Hinks. Интересно, что этот PEP появился позже, чем инструмент, который начал поддерживать эти аннотации. Речь идет о инструменте MyPie. В значительной степени PEP 484 вырос просто из инструмента MyPie. Также стоит упомянуть инструмент PIE, который позволяет делать аналогичные вещи, то есть производить статическую проверку типов до выполнения программы, наподобие того, как это происходит в компилируемых языках. Посмотрим, однако, какие же конструкции вызывают затруднения для статической проверки типов в динамических языках. Что характерно, не поддерживается как раз большинство из тех динамических возможностей, которые уже упоминались. И документация MyPie честно говорит об этом. Для языка JavaScript существует аналогичное расширение языка и инструменты, которые позволяют с ним работать. В отличие от подхода с Python, для дальнейшего выполнения программ на JavaScript, содержащих аннотации, используется при процессировании. Чтобы вырезать аннотации, интерпретатор имел дело с чистым JavaScript для выполнения кода. Помимо инструментов, позволяющих производить проверку типов по аннотациям, представляет интерес также разработки, которые нацелены на создание инструментов, позволяющих подобные аннотации генерировать автоматически. И подобные разработки существуют и для языка Python, и для JavaScript. Интересно также отметить, что неспособность инструмента вывести информацию о типах для определенного фрагмента программы может играть роль своеобразного сигнала или того самого code smell о наличии некоторых проблем в этом фрагменте программы. На этом наша лекция об особенностях статического анализа исходных текстов программ интерпретируемых языков закончена. Спасибо за внимание.